Итак, поехали. Это мы уже видели картинку. Работа в саду, нахождение в саду позволило мне открыть несколько новых вещей, которые наука не знает и не догадывается, и, извините за наглость, и расширить понимание, в принципе, сейчас поймёте. Значит, почему я сделал вот именно такой темой сегодня. Вокзал действительно отходит, ребята, будем догонять. И прежде всего я опять, извините, это мой долг, я обращаюсь к фолькому Валерию Николаевичу, министр руководства высшего образования. Вот, Валерий Николаевич, я так понимаю, может, я ошибаюсь, так было во время моего детства, во время моей юности, пока первые годы уже взрослым человеком. Тимар, поздоровайся. Здравствуйте. Вот, я тебя позову, когда коснётся темы, которые, надеюсь, тебе удастся прояснить. Именно тебе, Бабышев. Давай, пока, я позову. Так вот, я всегда считал, это маленькое отступление, но очень важное, что самым умным человеком должен быть министр науки и образования России. Не президент, там политика. Вот. Там не премьер-министр, там экономика и финансы. Его предшественник, это сам Валерий Николаевич Кольков, уйдя с поста министра науки, угробив науку, уйдя с поста параллельно министра высшего образования, угробив высшего образования, теперь он завеститель министра финансов. Поздравляю. Помните, я говорил, что найдут это ближе к деньгам. По-моему, это повышение от министров за министрами, но это повышение. Вот. Деньгам. Так вот, я повторяюсь, министр науки и высшего образования, должен быть самым умным человек в России. Ну, угадать невозможно. И назначить невозможно. Кто именно самый умный? Ну, хотя бы один из самых умных. Сейчас мы это проверим. Если на это будет отклик, отклик, значит, все-таки не все потеряно. Я несколько тем ему предложу, там, где это. И заодно сразу скажу, вы ниже поймете, разгоните к чертовой матери так называемую комиссию по борьбе с наукой. Принесут вам вечный двигатель в сборе работающий. Вот. Выгонят к черту, как меня выгоняли с этой самой трибуны международной конференции. Придет к вам человек к средствам борьбы с раком науку. Вот. И с этим же уйдет, потому что лечить рак не выгодно. Такое впечатление. Это уже коронавируса касается. Сейчас вы это поймете. Итак, вот это я не мог. Мне все лезет само. Вот само, как будто специально где-то там дергать за ниточку. Я получаю вот такой вот вещь. Смотрите. 2009 год. Сергей Капец. Уже тогда он писал. Это важно. Тогда вы будете лучше меня слушать, надеюсь. Все, что буду говорить, это я образно говорю для министра. Он-то это не узнает про Требина. Никогда. Вот так принято. Помощникам выбирает не умнее себя, а надо умнее себя. Вот. И вот получается, значит, воспитали страну идиотов. Это 10 лет назад, он сказал. 11 лет назад. Это Сергей Капец. Это наши современники, наши выдающиеся ученые. Помните это самое? Вот сколько нам открытий чудных. Вот бы он был бы жив, и я бы успел с ним. Он бы меня понял. Но будущего в этой стране нет. В этой, в России. Я произнесел эти 5 лет назад на создании правительства. Правительство послушало, а это получается в 2004 году. В 2004 году я начал печататься. Уже по всей стране. Процесс ведут деградации нации. Никто не пытается понять. Сейчас я вам кое-что объясню. Но вначале чисто чтобы не было это голословно, я должен приносить пользу. Вот. Я приношу ее так. Я человек начитанный. И вот. И с детства запомнил книжку Де Камерон. В нее написал Бокачо. 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 Вот. Выдающийся деятель Средневековья. Эпохи Возрождения. Ну и попутно еще и выдающийся писатель. Его лучшее произведение Де Камерон. Похоже на наше время. Чума. Или холера. Чума, по-моему. Группа молодых людей или девушки и юноши уезжают из города в деревню. А там от скуки каждый из них рассказывает действие рассказывал. Привольная тема. Интересная книга. Прочтите. Если доживем. Если страна не рухнет. Вот. Рекомендую. Де Камерон великолепная книга. Теперь. Для чего я это говорю? Как хотите. В городе сейчас передали четыре новых случая. Коронавирус пришел. Он не мог не прийти. Никто границы не перекрыл. Сами понимаете. Вот. Том это сидеться в своих дворцах. Но они будут сидеть в своих загородных дачах. Вот. А мы со средствами в крупных городах. Магазин пойдешь подхватишь. Не пойдешь умрешь голодом. Поэтому напоминаю. Еще не поздно. Еще можно сейчас пока он развивается эта эпидемия у кого-то есть родня в деревне. Вспоминайте. В заброшенной деревне по дешевке купите дом любой под шаманти. Вот. Завезите туда продуктов это самое. И при первых в вашем городе появляется первый случай коронавируса. А это неизбежно. У нас нет такой дисциплины как Китая. Они 3000 мертвых 100 тысяч заболевших. Представляете это еще только при жесточайших мерах. А у нас какие меры? Ну-ка. У нас нет этих намордников в аптеке я ходил. Нет то. Все. Раз, два, три, четыре. Мы живем в одной квартире. Деревню. Вот. Как хотите имейте не сегодня имейте запасной аэродром первый в вашем городе горожане будут вымирать я вам обещаю. У нас нет того чего в Китае при очень высокой физической нагрузке больше иммунитета у людей. Вот. У нас иммунитета нет. Я уже сто раз про это говорил. Сейчас скажут а ты еще собираешься делать я вернулся тут в морожей иммунитет поднимать а куда деваться? Вот. Еще не все сделано. Теперь мне тут написал Троценко мой редактор моих книг Павел Николаевич уже знаете и сказал поищите кто может быть кто-то найдется перевести книгу на английский язык на русском она не нужна. Вот они. В этой книге левой записки Нобелевская премия настоящая. Вот. Только у нас же странность и в лапах. Вот. И наука не то что не может этим воспользоваться она не может даже это осознать. И вот здесь Нобелевская премия. Вот. Знаете когда кто-то присвоит себе это в новых лучших целях когда-то человек с культур руки руки нету а культур опустит специальный раствор у человека у человека которым нет руки остается это невидимая рука она же это причем целенькая люди вспоминают только об этом знают когда у них допустим рука отрезана отпилена оторвана а продолжает болеть почему потому что остается биополе остается силовой каркас руки вот вы двигаете руку и он двигается вот так вот все только не видно сделают специальные растворы сделают эти самые поля низких токов и ксовать будут культяшку и рука будет отрастать но разгоните комиссию эту значит они первые бы уже ко мне обратились там должны быть уникально грамотные люди комиссия по борьбе уже наук что такое борьба борьба это чемпион мира чемпионов страны это самые такие вот они борцы правильно так там значит самое мускулистое в плане ума у них ум такой развитый шутка ли я еще раз говорю принесут действующую модель вечно двигателя пошлют дайте куда вместе с моделью вот поняли да вот это вот и еще раскупайте остатки то что есть потому что тиражи были маленькие вот а это если вдруг когда-нибудь дойдет что это уникальные вещи то Валерий Николаевич даст команду наконец-то деньги потратить которые эти самые только для виду тратятся а на миллион экземпляров этой книг и даст команду по всем университетам по всем школам вот везде везде эта книга на всех полках всех магазинах она должна лежать вот вот это вам первое напутствие второе напутствие биополе земли вы знаете я сделал для себя открытие а какое открытие это биополе существует это само собой вот это так сказать это правда аксиума а для науки открытие я сделал такое что наука оказывается даже не знает этого хотите большой энциклопедический словарь вы знаете кто его делал считается самые умные люди на свете вот ребята я просто подхожу издаля иначе мне просто не поверите от этого зависит здоровье жизнь десятков сотен тысяч миллионов людей вот там где люди не понимают этого ребенка лечат с детства начинается раковое заболевание даже не догадываются почему и не пытаются отдали на откуп посмотрите что они сделали большое я опять же я вроде бы как я сегодня решил как вторая половина будет посвящена прерывкам но я должен Валерий Николаевич сказать это честь это моя честь моя иначе если я этого не расскажу значит я не имею права помереть спокойно я не собираюсь помереть не подумайте я образно говорю и так сейчас вы все поймете почему они никогда этого не узнают это тот же самое попробуйте отдайте вот это на исследование мои вебинары это же науки по борьбе как оно там комиссия смотрите что знает наука биополе термин используемый я успокоиться не могу я готовился когда-то а возьму-ка я наберу биополе вот термин и что я получил это выписка большой энциклопедического словаря энциклопедического это объяснение парапсихологических явлений ну то есть в частности терапевтическое воздействие методом так называемого бесконтактного им хватило одной джунной которая то ли правду когда руками воздействовала вот то ли это была мошенница ну знаете как вот люди хотят верить верят вот может правду настоящую она этот самый но главное это на этом все возможность регистрации биополя научными методами вызывает дискуссии представляете то есть по другому сказать дискуссию это значит что они регистрировать не умеют так очень мягко вызывать дискуссию вам поняли они дальше ничего не знают смотрите повторяю я вынужден повторить эта трасса чистейшая здесь бьются машины регулярно вы уже об этом знаете я говорю для этого самого для Валерия Николаевича для министра пусть он знает вот нас обошли белорусы в чем но это конечно я не восхищаюсь все таки там мозги ученых больше они мою книгу прочли белорусы ну написали что ваш сибирский метод нам не годится там белорусы но это ладно это с удовольствием касается но здесь то вторая книга этому посвящена посмотрите белорусы сделали так они уже знают что такое дорога смерти вот там где пять трупов на одном месте там ставят знак который не мешает так же мчаться от 200-х от врача ну типа предупреждающий не запрещающий нет там нет цифр никаких ничего нет вот но они прошли этот путь они разрешают на любом месте где существует страшная опасность убиться пятерым человеком или по другому пятерым аварией может там 20 раз сбилось пять аварий и тогда ставится знак вот а так как у них-то эти самые они же видите как регистрация биополя вызывают дискуссии глазоходство известно столько лет сколько существует человечество биолокация существует столько лет сколько времени хватило чтобы кузнец выковал вот эту вот проволоку вот мы это все прекрасно знаем Валерий Николаевич точность замеров не 50% не 95% не 5% 100% так хочется сказать 100 и 1 десятка 100% это я вам говорю биолокатащик с большим стажем в скобках городской сумасшедший поверьте это не шутки вот я чтобы обойти белорусов предложил но ведь это же деньги какие надо вот я предложил такой знак и талантливый который заберите его к себе Денисенко Андрея Ивановича заберите к себе пожалуйста вот этот талантливый мужик во всех отношениях я просто поражаюсь почему они вам не нужны вот это он нарисовал я попросил только он нарисовал лучше чем я хотел ну что я ему давно сказал нарисовавшие были это череп и кости ну вот здесь можно спасти у нас это ну с тем что чуть позже погибнет 20 тысяч сейчас погибает хвастается меньше стало гибнуть 20 тысяч погибает вот из них я вам уверен 15 это благодаря биоподу ну 5 это пьянки и прочая радость а пьянки тоже там где мертвая зона я так называю там где опасное излучение ГПЗ гипотогенная зона вот там и пьяные чаще попадают в аварии вот и вы и ваши губернаторы сколько их разбилось боже мой в общем я еще раз прошу обратить внимание эта же тема касается садов вот это мой сад я железов которого считают многие одним из лучших в России я никогда ничего здесь вырастить не могу никогда ничего вот Макаров привет Алексей Иванович тоже же пробовали да вот бесполезно если это биополе вернее так остается что взять рамки проверить убедиться сколько можно спасти деревья по стране ведь многие же у моего сына Сергея купят саженец вот такое место посадят ведь опозорят же а в этом никто не понимает один из моих постулатов извините что я повторяю эту фразу Валерий Николаевич и все прочие ни один ученый выходя из института А университета Б академии В не имеет права получить диплом если не освоил навыки биолокации вы скажете а у него биополе ноль он не может да сидя за компьютером да научу я как поднимать биополе вот еще не раз встретимся это делается правда разово и ненадолго это как печка все равно потухнет тут надо постоянно этим заниматься двигаться надо сейчас поймете и наконец биополе мне не так биополе еще раз это вся планета дышит вся планета излучает электро это я оговариваюсь излучает энергию разную сейчас дальше еще посмотрю вот она смотрите это почва вам кажется она вся одинаковая да вот а вот здесь посадишь двухметровое дерево вот здесь посадишь полметровое вот здесь мертвое вот здесь посадишь поставишь кровать Ребёнок раком болеет Умереть можно Всю жизнь болеть можно Это зависит от интенсивности Потому что мы вот это изучили Я специально выбрал фотографию с ровным участком А что ниже мы не знаем А там разлом земной коры Всё, приехали Вот так вот И вот это вот Дороги, сады Чтобы иметь свои фрукты Надо это знать Огромный процент Только из-за того, что Как его назвать Неправильное биополе Из-за этого не растут деревья Из-за этого гибнут люди Из-за этого болеют люди Разве эта тема Ещё раз Вот это я обвиняю не вас Вы новый человек в этом деле Вот это То, чего здесь наука дошла Что Джуна там руками махала На этом остановилась И всё, к сожалению, к моему огромному Это огромный провал Этим заниматься немедленно Нету этих научных методов Делайте приборы настолько точные Чтобы они могли не только рамками мерить Биополе человека Оно настолько тонкое Где-то я себе записывал Ладно, потом Что такое биополе Чтобы уже начинать как бы вас учить Извините за наглость Следующее Я уже два главных проблемы обрисовал Которыми должна наука заниматься Вот Третье Грибы Часть живой материи Которая выполняет свою роль Важнейшую роль Понимаете И вот это вот Надо вбить в голову всех учёных Тогда они перестроятся Перестанут хернёй заниматься Извините, я не к вам Я почему Я додумал тот Михаил Михайлович Котюков Его назначили Думаю, как я распинался, да Вот А сейчас получается вы Но вы ни за что не в ответе Но через год, два, три будете ответить Наука мертва Наберите в этом самом В Яндексе, в Рамблере Вы столько узнаете про науку В мнениях, какое сложилось Тех же учёных И вот Моё открытие Оно настоящее Оно важное Это один из основополагающих Принципов Природы Грибы За миллиард лет Ну, миллиард условно Может полмиллиарда Полтора миллиарда Не съели Ни одной из триллионов Живых клеток Ни одной клетки Не съели И вот это страшная ошибка Что они едят Живую материю Вот И дебильные фильмы Наука-то молчит А это Тренд ТВ Эти выдаёт фильмы Грибы Перешли в атаку Грибы Уничтожат Нашу цивилизацию А у людей слушают Ну, это Ну, кто-то переключится Другой канал Кто-то и поверит в это И да поверят в это Что Ваши учёные Красноярского университета Взяли задачи Видя, что Грибы Они их назвали Сами опятами Вот Жрут деревья И взялись Найти Генетическое Лекарство Точнее лекарство Яд Ну, генетическое То есть Что-то смертельное Для этих грибов Считаю, что Они едят Вот эти вот Сотни и тысячи гектаров Хорошего леса Не едят они Не доедают Изменился климат Вот И те деревья, что процветали Начали медленно подыхать И везде, где Появились мёртвые клетки Мёртвые Там появляются грибы Это их роль Их не ненавидеть надо Спасибо сказать Это часть цепочки Поймите Часть цепочки Не будет Они есть Эти самые Мёртвые ткань Которые уничтожены Частично благодаря нам Так Не будут они её жрать По-русски говоря Вот Не будет жизни на земле Вы понимаете Всё через Через этот Извините Вы солидный учёный А я тут чуть не матом Поняли, да Вот этим займитесь Почему Гигантская Ошибки Привели к тому Что гигантская Промышленная База Создана Для того Чтобы покупали Покупали И уничтожали Грибы Ни в чём не виноваты Дерево гибнет Грибы жрут А ваши эти Сотрудники Теперь уже ваши Которые светятся На экранах Учат С умным видом Калечат Деревья И тут же Отрежут ветки Оставляют сплошные раны Это я так Это я стучу вам Отрежут ветки Сплошные раны Потом Белят И заставляют людей Белить тут же От этих Как им называется От От солнечных ожогов От Морозобоин Побелив дерево Перед этим Уничтожил На нём Десятки веток Понадил ран Площадь ран В 10 5 10 20 раз больше Истечение Самого дерева Вот То есть Сплошная калека Вот Вот это есть нормально Но это ещё не всё Я просто Такую картинку нарисовал Чтоб вы поняли Всё намного серьёзнее Вот От По Красноярски Кому надо Найдут тот самый Вебинар Где я издеваюсь И это самое Над этими Самыми Причём с чувством Превосходства Я знаю правду Они не знают Грибы уничтожат Деревья перестанут болеть Совсем С ума Теперь Имею ли я право На такую тонну Смотрите Я как-то показывал Не удержусь Я пинаю только тех Кто Ворует у меня фотографии Вот Вы знаете Судьба Мирязевки Закрывали Вот Она неэффективна Это понятно Сейчас вы сами убедитесь Она неэффективна Вот Она тратит огромные деньги Но главное Она занимает Москве В границах Москвы Занимает огромную территорию Подсад Вот Сад этот Не представляет Большого интереса Я вам скажу Так Между нами девочки Я там был Вот Он не представляет Но там работают Живые люди Два варианта А Действительно закрыть Сэкономить деньги Ну там конечно Понастроят В усилительных И разных этих Опять магазинов Это понятно И Б Перестроить Но это надо делать быстро Вот Имеяли на это право Я еще раз говорю Я пинаю только тех Кто ворует мои фотографии Потому что это мой труд Вот Смотрите Да Вот эту фотографию Я уже раскрываю Видите Тимирязев Тимирязев К Вот Академик Вот эта фотография 50-60 раз И вы попали в число Среди Просто мошенников Они Выдают Покупают Там Виталия Вы-то можете Свои производите Я правда Сомневаюсь Свои абрикосы Но Из интернета Из интернета Из интернета Из интернета Из интернета Из интернета Ой Моя фотография Вот Переименовали Назвали Успех Вот Это моя фотография Железова Об этом уже знает Полстраны И вторая половина Вы относите Валерий Николаевич Вот И поэту дает Меморальное право На такой тон Вот Если бы я К ним Обратился Сказал бы Вот у вас есть такие Я бы съездил Я бы потратил деньги Я бы вас По тысяче рублей За черенок Вы все это купил бы Вот А так Извините Я обошелся без вас Вот Я сам все это раздобыл Вот это вот Моя фотография Повторяю Вот Мне нет необходимости Я смотрю на вас высока Я имею на это Моральное право Вот Это не шутки Вот она Маточная фотография Вот она Вот И вот Этот сам Как называется Достоверность Или документальность Есть у меня друг Слава Богу Я кругом друзья И слава Богу Есть друзья А вот друзья Есть шпаги Это значит что Виноградов Умница Алексей Это Он Это Может запросто Проверить Доказать Вы представляете Сейчас Возьмет кто-то Вы возьмете И скажете Ух Это Железов Он вас позорит Позвонит ректору Этого Самого РКСО Он вас позорит Вот Ну-ка Быстро докажите Что это все вранье Что он Поклеп Что это Ваша фотография Вот давайте Попробуйте Вот И остальные тоже Кстати Вот Это Самая знаменитая С интернета Моей уступает Я всегда Привык быть Первый Нет Это Самая популярная Вторая популярность И моя Вот это Вот Теперь дальше Посмотрели Вот Ловите меня на слове Важнейший момент Это Четвертый Или пятый Пункт Ой Господи Ребята Я То что я скажу У нас Два-три поколения Осталось Когда мужчины Исчезнут Будут мужчины Ну в кавычках Как угодно И самое смешное Что вы скажете Мужчины будут в юбках Я не поэтому Сделал эту фотографию Взял с интернета Чтобы сказать Что мужчины Становятся женщинами Нет Это не образ мужчины Который там Это Воспитывался В сильно комфортных условиях И у него много Женских гормонов А мужских нет Мужик Борода Это один из признаков Мужественности Наоборот Гениталии у него Болтаются там Я надеюсь Что он без трусов Вот И он просто умнее Всей нашей науки Потом почему Потому что Она если и знает Медицину Например Что гениталии Должны Ну так образно Назвать их яичками Именно яички Если брать эту часть Вот Они должны Проветриваться Они должны Болтаться Их температура Должна быть На 2-3 градуса Ниже температуры Тела Трусах Обеспечить Невозможно Значит Заселение Падает Уже из-за этого Вы когда поймете Я уверен Что я не зря Называл вас Подозревающего Один из умнейших Мужиков Вот это Вы должны знать Вот Причем тут Фрейд Сексуальность У мальчиков Я в данном случае Только про мальчиков С момента рождения Это Фрейд Это не моя фраза Я Фрейда изучал Знаете как Огромно Толстая книга Ух Это психоанализ Ух Этот Фрейд Страница Раз А как Черным выделено Строчки 3-4 Цитата из Фрейда Вырвана И целая 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 Страница Его Чуть ли не Со злобой Что он этот Как его назвать Господи Рекционер Кто угодно Тупой Небезграмотный Там это Фрейд Входит Десятку С гениев Там Кто его там назвал Организация Десятку Первую десятку Гениев Всех времен Народа И вот этот Фрейд То есть Это А я его изучал По этим Выделенным Черным Несколько строчек Перелистываешь Уже не читал их Наших профессоров Которые его Ненавидели И Почем Пинали Книга об этом Назвать надо было Не психоанализ А Пинание Фрейда И На второй стороне С 3-4 строчки С пятой стороне С десяток И наконец Я узнал о том Не то что не догадывался Но на что серьезно Сексуальность Мальчиков Младенцев Начинается С первого года В утробе матери Начинается И развивается Непрерывно И мальчики Даже не как До 5 лет Там на западе Они первые Сдохнут Потому что У них все больше Эти герри Они все больше Переходят на эту мораль Не то что до 5 лет Нельзя называть Мальчиком Девочкой Вот С первого дня жизни Надо воспитывать Мальчика С первого дня жизни Вот И тогда что получается Остается только одно Отказаться Ну конечно Вонючие пеленки Это проходил Старший сын Вот Потом уже не так Потом уже ясно Пошли эти памперсы Уже Это опасность Для мальчика Тесные трусы Опасность для мальчика Сон Это Вот я начал Тут Вот Видите Видите Все мирового Тупого Научшего Собственного В смысле Не передавшего Свои знания Ни школам Ни высшему образованию Высшим Взял кавычки Какое на хрен Высшее Вы спросите У студентов Даже Медиков Они Это Они-то Уже они-то Должны знать Кто-то Должен выступать Под телевизор Один раз Я Долго говорю Но это Еще раз говорю Мой долг Ребята Все выучим У нас потом Это Прививки А потом опять Вернемся Косточкам Вопросы Множатся По этим По Сталификации По посадке Все будет Ну дайте мне договорить Пожалуйста Умоляю Привет Я уверен Что Сергей Анатольевич Паченко Патриот России Тоже меня Слышит Хотя бы Вот это Вот Потом Вырезать И опять Обращение К министру Номер Два Вот Очень вас Прошу Хотя бы Это сделайте Теперь Вот этот Вот Знание Вот они Ну я вот тут уже Выделил Подгузники Памперсы Плавки Тестные трусы Плюс сон Трусах Потенциально сильные Мужчины становятся Слабыми А слабо Инфантилами Или геями Вот что Вы посмотрите Кого вырастили Вы даже Не поняли Что отсюда Все начинается Второй момент Он сюда же Раз целый день За компьютером За этим Самым Значит Как у него Ноги Разве так Он должен быть Знаете Идеальный случай Вырастет мужчину Но он не может Бегать на четвереньках Но только на четвереньках Лучше всего Вырастают Мужчины Потенциально Потенциально Только что Вы смеяться Будете Я себе призову На четвереньки встать Но хотя бы Стоя Вот как тот мужчина Вот Он с бородой У него все в порядке С этими Еще пару слов Когда развивается Мальчик Девочка У них Условно Мужские Женские гормоны Понятие условное Вот Потому что Там Где-то Одна половинка Мозга Работает Лучше Другая Меньше В одной половинке Рождаются Женщины Игеи Вспомните Балеруны Вспомните Ну Это долгая тема Я сейчас Не хочу повторяться Я столько раз Вам говорил Пожалуйста Сделайте Чтобы у вас Половинка Лучше Развивалась Начиная С детства А знаете Что такое Мужские гормоны Это не только Сила Сила есть Ума не надо Это сочетание Силы Ума И здоровья Вот чем дело Я не знаю Что Если Это надо Знаете Надо быть Патриотом страны И надо быть Смелым человеком Чтобы вот так Такой вот Плавок Без плавка Вот в такой вот Это Юбке Вышел Тот же министр И сказать Ребята Будем возвращаться Я могу Снять с работы Потому что Вокруг него Будет столько Тупизны Даже там В высшем уровне Ну кто-то Это должен сделать Мне понравилось Как понравилось Алла Пугачева Оделает Дурацкий берет Который Уродует Любую женщину Вся страна Одела береты Давайте попробуем Хотя они Дурацкие Вспомните Эту моду Давайте здесь Попробуем Вот так Должны ходить Мужчина Крайно Ладно Не откаживайся От брюк Но под брюками Не должно быть Тросов Фух Че я наговорю Так Все Все отключились Все смеетесь Ближе К садоводству Теперь У меня еще Много таких тем Но Я Ваши нервы Берегу Еще Идиотизм Слава науке Она не знает Что у дерева Сеянца Тем более Привитого Нет ни одной Лишней ветки Даже почки Даже листика Точнейшая ошибка Сегодня у меня Праздник Женщина позвонила С Новороссийска Зовут ее Ольга Вот Она оказывается Всю жизнь Боялась Не поднималась Рука Калечит деревья Все соседи Ее долбили Режь 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 Позвонила Мне Сказала Ну вот Нашла Хоть одного Получается Нас уже Двое Ну и плюс Вы Я вас Элитой Называю А теперь Еще не все Валерий Николаевич Это не шутки Вот Вот это вот Идиотизм Да Он касается Тимиряйцевской академии Это они И поэтому учатся все Тысячи авторов Запомнить легко Ветки растут вниз Ветки растут бок Ветки растут вверх Ветки растут внутрь И прочее И прочее И вот Но они это делают Именно У них есть целая бригада Резунов Они А какие страшные цены Они Если у людей Сады заросшие Старые Но еще Что они с ними делают Ну это ладно Совсем старые Они хоть Могут какое-то время Выжить И дать какое-то время Плоды Довольно крупные Как бы вернут молодость Хотя бы в плодах Но вот это Подлость Предательство Вот это вот Когда-то надо Отказываться Все это Вот эта волшковая ветка Вот она Она через два года Будет яблоками покрыта Или чем-то еще Вот Это просто ужас Мы еще потом Будем возвращаться Возвращаться И наконец Это квас касается Я бы не стал Эту тему поднимать Мы будем голосовать Так кстати Не переживайте Можете не ходить За вас все равно Проголосуют Это будет массовый Брос Будет обеспечено 60-90% И вы потом узнаете Потому что Мы же сейчас Особо-то не лезем туда В эту кухню Вот нам от этого Лучше жить-то не станет От новой конституции Даже там напишут Что нам гарантированно Это Как называется Индексация Это я говорю С 16 тысячами пенсии Всю жизнь Всю жизнь Пахал Сейчас Прошу прощения Алло Алло Знаете Я провожу вебинар Самый разгар Хашки Махаев Можно завтра В это же время Или раньше Извините Вот И что получается Вдруг Может даже от меня Сейчас узнаете Там будет Упоминание Бога Наконец-то Свершилось Но после этого Кто воровал Будет дальше воровать Это точно Ведь если она попадет Это не значит Факт Что да Бог существует Вот А это воровать нельзя Убивать нельзя Понимаете да Вот Так вот Еще раз Наша страна Больна смертельно Атеизмом Я вам покажу Мои любимые фотографии Несколько Вот это Мои Дети А это Мои Крестные Сын и дочь Они меня дедом называют Не было мужиков Пришлось мне еще раз Стать На старости Да Посмотрите на выражение Лица Вот это выражение Должо сохраниться На всю жизнь А вот эти дети Смотрите Здравствуйте Отец Алексий Вот Я с огромным уважением Отношусь к вам К вашему труду Вы знаете Священники Это уровня Это Не просто фанатики Это подвижники Я бы не смог Я буду Яму копать Вот дадут лопату Скажут Вот 10 тысяч Тебе В месяц И копай Или станешь Священником Выучи тексты Я бы не смог Это надо быть Настоящим подвижником А я сейчас обращаюсь Не к нему Это просто Символ Настоящей церкви Вот Как бы ее не долбили Дети 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 Вы понимаете В чем дело Друзья Они пойдут в школу Может завтра Это наверное Какой-нибудь христианский праздник Может Пасха Не знаю я На улице Там уже трава Им скажут Что это Может уже будут И не повреждаться Если сказать Что Бога нет Вот Но Дарвинизм будут проходить Представляете И будет Это вот раздвоение Здесь Люди Это Дети Эти же верующих Разве можно их так Валерий Господи Хочется Николаевич Разве так можно Дайте людям Выбор Чтобы Любой ребенок Знал Что вот это Вот Не мог Подарвину Я тут Эх Где-то у меня было Сейчас секундочку Сейчас секундочку Я всегда Вы хоть знаете Какой я внимательный Я не смотрю телевизор Мне некогда А он Канал 2Н Я уже помните Приводил пример Как чуть ли не Подтвердил один профессор Мои слова Открытие вот это самое Откуда жизнь произошла Ну там отдельный Фебинар Фильм Я сейчас о другом И вот так вот Опять левое ухо Ну туда В телевизор И я И тут же Раз записал Слышу слово Дарвин Я сразу Раз уши на макушку И сразу И успел записать фразу Необычное Дарвинизм Не может объяснить Необычное Декоринское Ускоренное развитие Люди поднимают Очередной плац Земной коры Все готово Где Переходные виды Откуда оно взялось Это не я Это канал Науки 2Н Я записал Необычные Декоринки Ускоренное развитие Объяснить не могут Наука Вы представляете Ну вот это То можно в школе Преподавать рядом Да пусть будет Дарвин Если Это Это я Может быть Все не может знать Министр Но я не только ему И вам рассказываю Ну мы то как Дарвинизм Проходили Обыкновенная Зверюшка Вот Жрать хочет А на земле нет А в воздухе Мотылек Он прыг Не достал Прыг Не достал Прыг Передние лапки Якобы к ним кровь Прилила И они чуть-чуть На миллиметр удлинились А у нее дети родились А у них лапки На миллиметр длиннее Да пошире И вот так нам Объясняли Дарвинизм Прошло время Получилась птичка Откак А есть вещи Я вам уже сколько Их рассказывал Что невозможно Объяснить это И вот пожалуйста Вот это я Правда на слух Записал Это надо Чтобы дети Имел Был выбор Ну уже знаю А вдруг Бог то есть А вдруг Отвечать придется А Так Ну ладно Вот это наверное Последнее Нет не последнее Показывал вам Биологию Вот Дело в том Что у вас Очень много Предателей Они Как бы их назвать Ворами назвать Понимаете Это громкие слова Вот это вот Книгу издали Вот авторы Смотрите Поищите их Это прошло недавно Вы видели мою племянницу Ей 26 лет Да Это я у нее учебник забрал Когда она учить Хотела Вот Это по нему она училась Ну вот Сколько получается 10 лет назад Да Правильно Где сейчас Севоглазов Где Агафонов Где Захаров Что они сотворили С биологией Я написал так Деньжаться Срубили По легкому Но главное Это не это Они Даже не они Они захотели Ничего не делая Заработать И заработали Базовый уровень Посмотрите Вот Под редакцией Академия Российская Академия Естественных наук Захаров Пожалуйста Доктор Проверю Что вы Такой серьезный Материал Доктор наук Есть Профессор Есть Кандидат Биологический Преподаватель биологии Московская экономическая школа Кандидат Педнаук А знаете зачем А это же дети Им нужно подать Так чтобы они поняли Вот для чего Нужен был Скорцов А теперь Скорцов Смотри Чего вы тут нарисовали А Вот Я бы вас заставил бы Вот это вот запомнить Самому Одно дело передать С университетского курса Да Видите Еще не все А ну-ка попробуйте Вот это запомнить Попробуйте А еще страшнее хотите А там все такие страницы Вы прочитать не сможете Без ошибок Вы не сможете Без ошибок Скомпинить Скомпинить Это Как это Когда коротко Уже Память подводит Вот Не сможете Вы понимаете Что это такое Это Взяли Чтобы деньги Заработать А это же Дети Вы внушили детям Ненависть Это я говорю Я уже говорил вам Ребята Но я тогда не знал Что надо обращаться К министру А вдруг А вдруг А теперь смотрите сюда Вот это Ребята Муравейник Тимоша Иди сюда Ты у меня муравейники Видел хоть раз В саду Иди покажу тебе На этот Картинку Это важно Это страшно важно Вот это Муравейник Видишь Так Вот там Муравей живут Ты знаешь Что там Внизу делается Сказать Там живут Муравей Вот они Работают Так Вот Смотрите А вот это Вот Подземный мир Там не просто Там Эти самых Взяли Навалили Эти самых Там Очень сложное Многоуровневое Производство Там Родильное отделение Там Вон они Грибы Там Производство Грибов Там Запасы Продуктов Вон они Все там Есть Вот Понимаешь Скажи Пожалуйста А с виду Он вот так Выглядит Сейчас Я еще Ничего Сказал Вот Вот Ты бы Подошел К нему А тебе Допустим На урок Приходит Кандидат Наук Я специально Выбираю Термины Не просто Учитывница Которая Окончила Институт Университета И ни хрена Сама не знает Потому что Она Разве Она сможет Вот это запомнить Нет А я О простых вещах И она Говорит Потому что Это слышали Миллионы Телезрителей А ее потом На урок Пригласили Может даже Заплатили И сказали Вот детям Объясните Что делать И на экране Допустим На картинке Там Муравейник Вот Знаешь Что она Сделала Что Уксусом Парила И сказала Ура Муравейник Уничтожен Я уже повторяю Третий раз Я не могу Успокоиться Скажи Ты найдя Вот этот Муравейник Вот они Муравишки Трудяги Вот у них Детский дом Настоящий Детский дом Детский сад Есть Родильное отделение Там где Вот и кусенькие Муравейники Появляются Ты станешь Соляркой поливать Зачем Да я и тебя спрашиваю Нет А ты пользу Не знаешь Какой Еще мы с тобой Не проходили Что они съедают Такой муравейник Сотни тысяч насекомых И вредителей Вредителей Именно Что ты слышал Оказывается Может Мультиках Показывали Вот Короче Ты бы не стал Или не стал Да или нет Нет Молодец Вот А теперь я расскажу Один из примеров Уже для тебя Это очень важно Запомнишь Нет Не важно Я тебя отпущу Я понимаю Восемь лет Это Это Поймите Это Еще одно Ну почему Мне так везет Ну почему Когда у меня Работает уже Другой канал Это уже не этот Ненаучный Идет фильм Про муравьев Про их жизнь Другой совсем канал Я не помню Как называется Крупный план Вот такой муравейник Я не мог его Сфотографировать Не мог Не было под рукой Ничего Вот такой муравейник И они говорят Холодно Очень холодно А муравьи Натаскивают На наших глазах Не меньшим размером Тысячи Маленьких Черных Это начало Разговора Это важно Ребята Ваши дети Ваши внуки Вот Ваши Доктор наук На букву Г Научила Ужас И вот Они соберут И плотненько Знаете Как похоже на черепаху Становится Выстилает Полностью Без этих самых Из этих тысяч камушек И полностью покрывает Еще одним слоем Хорошо Дело И тут же диктор Он не дурак Он говорит Это они делают Потому что черные камни Привлекают Солнечные лучи И внутри Он нагревается Самое интересное Впереди Ребята Может быть Вы правда Если меня не принимаете Всерьез Не знаю Вот все вот эти разговоры Может вам они не нужны Но это Приходит Лето Жара Ну Догадайтесь С одного раза Убирают камни Не все Они приносят Белые камни И полностью Вот жаль Не могу Я нигде Найду Теперь этот фильм Но это Клянусь Богом Это правда И полностью Выстилает Теперь Она имеет Полностью Белая Поверхность И диктор Говорит Для того Чтобы в жару Белая поверхность Отражала Лучи Вы представляете И вот это Вот То что Вы можете Представить Построить дом Многоуровневый Вот такой вот Где он там делся Вот Все ты можешь Свободен Ты молодец Если бы сказал Кто-то же Учит же вас Убивать их Вот Вот он Вот это все Уничтожать Просто так Только От чего От невежества Дикого А почему Она сама-то Этого не знает И это не интересно Где-то Ну шили что Муравьи носят Тлы Надо их уничтожить А если Генетическое оружие Муравьи исчезнут Исчезнет Вся эта Мы с голоду умрем В тот же день Когда Вот так же Как у нас Коронавирус Какой-нибудь вирус Против муравей Придумают А у них нет Намордников И они так же Друг с другом Здороваются За руку За лапки У них феромоны И они Они их Отравят Вы понимаете Какая-то Природа Беззащитна Перед дураками Ну ладно Она там уксусом полила Всех-то не Уксуса не хватит Вся страна возьмется Травить уксусом Глядя на эту гай Так Ну что Теперь Я Что хотел Самое главное Сказал Теперь как говорится Пусть не расцветает Но я прокукарекал Теперь Еще немножко Про образование Почему У нас беда Случилась в том Что Прав Валерий Фольков Вот Что Курсы не могут Не подходит Для получения Первого Вашего образования Почему Дети не готовы Они готовы Уже догадались Почему Вы уже догадались Вот Дурью маялись Еще раз Это Вы может не смотрели А вдруг С этого фильма На счете Скорее всего Не начнете Но мое дело Про кукарек Валерий Николаевич Значит Зублежка Отупляет детей К 10 классу К 11 Плюс еще Студенчество А там тоже Бессонная ночь Я это проходил Ненужные знания Не нужны Вот И это все Приводит к тому Что Вы правы Вы Конституруете факт А что вы Собираетесь С этим делать Получается Среднее образование Не ваше Может быть Вам Этого года Начнет Штамповать Нормальных Этих Студенты Первого курса Когда придет Осень Вот Уже нормально Будут Не Не дождетесь И прав Еще второй Человек Почему Это очень важно Мы же сегодня Подняли такую Тему Ну как бы Заоблачную Не только Про муравьев Которые В земле Копаются Вот Теперь Один из ведущих Вузов Высшая школа Они всегда Были в оппозиции Это особое Там видимо Высшая каста Я так понимаю И люди умнее И вот Они отказываются От лекций Да Сокращают Часть этих Преподавателей Повышают Цену Эту Зарплату Тем Кто Остается Так Вот Но к ним То Высшая школа Идут Не каждый Студент Но там Тоже Наверное Дураков Хватает Потому что Все решают Деньги Другое Дело Что Они Сегодня На лекции Ходят 15-17 Процедов Да Действительно Что ходить Представляете Из Восьми Из Семи Из Семи Восьми Студентов Приходит Один Вот Аудитория Пустая Вот Что-то Бормочет Этот преподаватель У каждого В руке Этот самый Смартфон Вот Красота Вот Как у нас Попробуй пропустить Всю душу Вынут Когда я учился А сейчас Вот так Теперь Число Тех Кто Увлечен Еще ниже Получается Что Ректор Э Ни У Я сейчас Не зря Сейчас я им Предложу Я не просто Критиковать Я предложу Реальный Выход Ни У Больше Э Ярослав Кузьминов Заявил Что Они будут Отказываться От Традиционной Лекции В пользу Этого Но он Такое Он имеет Право На свое Мнение Не так То просто Снять Например Заходит Министр Снять Его Замучиться Так Так Вот Это Не я Это К этому Ж Огромный Урон Российской Школе Был Нанесен ЕГЭ Помните Как я Смеялся Высмеивал Эту Глупость Дикость Нужна ли Влага Для Проращивания Этого Ну это Ладно Конечно Нужна Но там Такая Дурь была Мы встали На путь Колониальной Системы Мир Ждет Второго Пришествия Руси Я Способ С Из интернета Человек Без воображения Это угроза Обществу Последние Тридцать лет Мы только делаем Что экспериментируем Чему придем Теперь Нужна модель Я бы поучаствовал Меня никто не позовет Я сейчас не об этом Умный человек Слушал То ли радио В машине То ли Опять же Левым ухом В телевизоре Но Задали кому-то Вопрос Человеку Который Причем по какому-то Каналу Не из этого Не официально Ему Ну как Проводят Вот эти Как они называются Когда Шуют микрофон Зубы И вот Ему говорят Скажите пожалуйста Это очень интересный вопрос Если вы будете президентом Ваши первые указы Знаете что он сказал Ну есть же умные люди Оказываются Вот Он сказал так Не просто А отучить уже невозможно От этого От интернета детей Страна погибнет С чем мы идем А выход есть А выход то И вот этот человек Не зная фамилию Он сказал так А просто Запрещить Бесполезно А выключать Интернет На 22 часа Из 2 и 4 Все Выхода другого нет Фу А я то Не допетрил У меня есть другие Варианты Но до этого не допетрил Кто-то должен Но ведь понимаете Владимир Михайлович К вам не придут Школьники Дебилы Вот Это И многое Из того что сказал Уже должно Помните Про юбку Это должно звучать Из каждого утюга Уже Что Дети Теряют Эти саму Мужественность Только из-за трусов Из-за Тесных трусов Из-за плавок Из-за того что спят Из-за того что ходят Нельзя перегревать Нельзя Нельзя Ну ведь Никто этого не отрицает Но с какой тупостью Надо обладать Чтобы Не видеть Всей важности этого Смотрим дальше А сейчас А хорошая Душа отдыхает Вот это Элита Будущая Вот Знаете Мою любимую ученицу Она Одна в двух лицах Вот Она Выпускница Университета Красноярского Она Получила Ну не самая Маленькая должность То есть Еще никто Но получила Аттестацию Удостоверение Повышение Квалификации Так В этой компании Я сейчас Не просто должен Говорить Я должен Говорить по существу В этой компании Находится Воулин Александр Юрьевич Вот И если Согром Если Мичурин На момент появления Там Ирина Александровна Вот она Будущая Мисс Академия наук Вот Конкурса Если будет участвовать Среди умных Так вот Значит Если Она с удивлением Сказала Что Мичуринский Про Железово Не знают Вот А воулин Знаете Вот чем Раньше Принципиально Не знать Не это Не Не интересоваться Выпускать Запорожцы А зная Вот как Допустим На Украине Запорожцы Выпускали Я По талону Получал Мне предлагали Талон Представляете Смеетесь По талону Страшнее А Тысячка На юг Там Мерседесы Выпускали Так то же самое Сейчас тут творится Ребята Догоняйте Ну как Воулин Со мной Общается Воулин Со мной Дружит Воулин Мои клоны Мои Сорт образцы Делает Воулин Оказывается Даже Где-то Проскальзывая В речах Мои цитаты То есть Ну как Что он там Публикация И что Ну вам нужен Ректор Настоящий Я же показывал Это смех и грех Когда Вынуждены Не имеют Своих Своего Абрикосового сада Чтобы подрабатывать Продажи саженцев Надо было взять И надергать Конечно Они по ошибке Они не хотели Меня в ряд принести Они мою фотографию В числе прочих Знаете как Набирают абрикосы И все Первый ряд фотографий Это не только они Это еще 200 сайтов 200 магазинов Это Просто опуститься До такого Ну кто нам нужен Там Ректором Вот он готов А знаете Почему я говорю А это Солидный дядя 12 лет назад Я уже это Может после этого Весеты Работы снимут Скажут Зелезово Похвалил Такой секой Не похвалил А как бы сказать Презентировал Презентировал Презентовал На должность ректора А я имею право Я вам рассказываю Про шеверегали Хотите я вам принесу Эти самые Папки С моими Почетными званиями Вот Так вот И получается Уезжаю Обратно Звонок Гневный голос Как вы посмели Почему я не знал Я бы организовал Вашу Эту Лекцию Со студентами Конечно бы Это для меня Был бы шанс Вот Потом бы Из этих бы студентов Которые наверняка Сейчас никто Не работает По специальности А это Этот Мирский институт Вот А он был Запкафедрой Проходят годы Приходит от него Письмо Предложение Сотрудничества Исполняющий Обязанности Директора Уже Извините Не молодой человек Это серьезный мужик И заказывает У меня Не просто Косточки А с особыми Свойствами Косточки Работает с ними Вот он Ректор Только потому Что он перешел Эту границу А нельзя дальше Внутри Находиться Это Вот И сидеть И ничего не делать Теперь я вам Назваю его Заместителя Будущего И вот они Я имею право Понимаете Имею право Меня народ Заткнули На вершинной конференции Получайте Там бы дали Высказаться Сейчас бы я молчал Савинич Ильяна Александровна Вот Зам по селекции Должна быть Почему Будет она там Я понимаю Что не будет Но мечтать не вредно Была бы она там Весь мой материал Был в ее распоряжении Какой он у меня Я вам ниже покажу Вот А еще есть Крамаренко Лариса Андреевна Она прошла Трудный путь Неудач И только Когда она Созналась Что Она Изучала Мои работы Я понял А ведь это здорово Пусть через ошибки Пусть чуть-то не Конфликты были Но Это очаровательная Женщина Второй зам Должности поделят Вот это Должно быть Почему Потому что для них Ничего не пожалею Вот почему Им начинать с нуля Или с 36-го года 35 моих И плюс Не только Материал Но и технология Вот Лариса Андреевна Привет Может быть Кто-нибудь Вам это Даст почитать Вы так Человек очень Загруженный Вряд ли Смотрите Мои вебинары Ладно Вот это Вот Лена Александровна Привет Кстати Есть плохая новость Говорите И не говорите Я Еще не решил Лично для вас Ну а дальше Что Это А ну тут опять Получилось Темирязвика Моя фотография Это просто Я забыл стереть Перенес туда Так Ой а что же это такое Хотел вам Показать Забыл Ладно Пропускаем Теперь Вот это Вот Обычное письмо Дальше Я еще Не расстался С Валерием Николаевичем Почему Потому что Все что творится В стране Это Добивает до конца Миллиарды рублей В этом Из кармана Такими Мошенниками Я еще На ближайшие Вебинары Буду вам Показывать 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 Но дело в том Что они Мошенничать Только потому Что Не научили Детей в школе Ничему Не посадить дерево Ничему не научили Выпускники Ничего Не знают И не умеют Вот это Элита Вполне возможно Это все На всю страну А остальные Тысячи Вы знаете Трудно Говорить Я на той Конференции Где меня Телеграфон Отключили За критику Были Перерывы На обед Просто Перекуры Вот Я стою На меня смотрят Пустыми глазами Я ни для кого Ничего не представляю Никакого интереса Вот Я слушаю Их разговоры Все в среднем лет Вот такие же ребята Ну только 110 годами Там 8 годами раньше Да У них все разговоры Кого сняли Кого назначили У них у всех Такая тоска Ничего Что типа Вот там новый сорт А ты А я Абрикосы привезли Я и Байкал Больше никто А ведь это конец июля А приказ то был Привезти все С каждого института С каждого ГСУ Никто Ни одного плодика Не вырастил Кроме нас Байкалов Сибиряков Только мы привезли Это был Это было 18-19 июля Я полузеленое Срывал А вот там то У них уже давно Должны были поспеть Как раз К этому Вот И вы представляете Пустые глаза Не то что Какие там эти споры Какая там Селекция Вот Тоска Ходят из угла в угол Там в глазах Тоска У всех Я знаю почему Вот Они нам делают И что платят Помните этот анекдот Перестрочный А мы делаем И что работаем Вот И вот смотрите Дальше Вот это Опять получился митинг Но сейчас Мы с вами будем Говорить просто О Обычных вещах Вот это письмо Проработаем Оно даже Валерий Николаевич Надеюсь вы не отключились Оно тоже Это самое Может здесь Если Сергей Николаевич Сергей Анатольевич Будете делать фильм Вырезать Отдельный То может быть Где-то здесь остановиться Ну посмотрим А может не надо Совсем недавно Настуло На ваш канал Так Спасибо за информацию Бекер Как раз Только сделала Заказ у них впервые И услышав Скользь У вас о них Все поняла Стала отменять К тому же Столько людей Писали отзывы У них крайне отрицательные Знаете Подлость уже одна Есть импортная фирма Заграничная фирма А Бекер Ну вы поняли Одну букву убираем Они так упорно Не хотели отменять Но слава богу Деньги удалось фирм Так Вы мне должны Если не коньяк То ладно Шоколадку Слушай Смотрим дальше Это Не Бекер Это мой сад Это так фотография Под руку попалась Ну вы поняли Захочу Врать буду безбожно И Вы мне поверите И будете покупать У меня Колновидки якобы Ладно Вот это вот Дело в том Что Как получается Вот это колновидная Это А Бекер Или это уже другая Та-та-та-та-та Катал Это по-моему Есть этот самый В общем вы поняли Все это нарисовано Ладно Проехали Для чего я так говорю Сейчас поймете Так Вот И вот когда Вот вы же Вот эта дама Я сейчас не вспомню Никакой запомнили Не имею Не отчество Хотя вроде подружились Так бывает Вот когда вот Вы все таки Меня послушались Но ведь вы Купились на эти картинки Нарисованные Да Берем другой сайт Вот Я на нем что нахожу Свою фотографию Вот вы Скажите пожалуйста Похожа она на колонидскую Или это просто ветка Я вам предлагаю Маленькую загадку Чтобы вы потом Сами и других мордой Тыкали И чтобы поменьшим мошенникам Деньги дарили Вот это что Это Штамп Груши Мои Груши Железова Хрестись на экран Ох меня это Отец Алекс отругает Вот Вечно грешу Вот это Штамп Мои груши Эта ветка склонилась Ее назвали Колновидная декора Смотрим дальше Ну само собой Нарисовали Это Это кстати из интернета Это них То есть этот сайт Тоже в ряд Смотрим дальше Вот Колновидная Агромаркет Тоже с этого С интернета Тоже в ряд Груши видели Идем дальше Сейчас посмотрим Злат Питомник Привет друзья Бывшие Когда-то вы украли У меня фотографии Я Это Сделал фильм Вы мои фотографии Убрали Ну как убрали Вы то и не знали Что они мои Вы просто их С этого С общего доступа Правильно Убрали Вот Вопрос Вообще тот же остается Где у вас Такая роскошь Это самое Где вы достаетесь Не стал бы Лезет в глаза Вот видите Вот это вот Маленькое Вверху Да А вот она Раскрыта Узнаете Сапфира Цена С точностью До рубля Да А теперь Обратите внимание Где штамп Видите Сделал бы штамп В одном случае Так В другом случае Так Это надо все знать Это ликбез Где вот делся то Сейчас Или это еще выше Нет Сейчас я покажу вам Я вам уже показывал Ага Вот он слева Так Это мое Можете даже не проверять Ну кто хочет Потом отдельно С микроскопом Справа Поняли да Развернули Теперь это их Нет Смотрим дальше Вот Видите Это тоже с интернета Где Находится Справа Так Еще нашел В интернете Теперь просто Вырезали Крупный план А вдруг Я хозяин Не узнаю Узнаю Чего не узнать Мое родное Еще не все Опять Теперь Агросимфонд А это Заметьте Это из Несколько Десятков Это просто То что В течение Недели Пока готов То что Мне Мордой Тыкало Вот этот Интернет Я только Оно на глаз И моя фотография Потом еще Много их покажу Я только за неделю Добрый десяток Разных И сливы Там Абрикосы Все лезет А вот Они не знают Что это мое Они просто Это обманывают Вот смотрите Где штамп А Хозяева Агросимфонда Смотрите в глаза Вот номер Узнаете Почему штамп Отрезали Теперь Ну были то Это Колонна Да Цена А другое А что это Помелочить Ну наконец Вот оно Дерево Опять Смотрите Тут Вообще Забыли А вот Теперь Маточное Дерево Вот это Моем саду Вот она Родная Как выглядит А там Даже не видно Было Кто отрезал Кто там Это Вот это Она есть Это Например Вот Дело Дело в том Что Я не случайно Говорю И все еще Продолжаю Обращаться К Валерию Николаевич Дорогой Валерий Николаевич У нас У нас Был Ученый Выдающийся Кичина Он работал Не знаю Как с другими Видами Но с яблонями Работал У него Получалось Вот Сильно К сожалению Вреда Его работа В стране Принесла Больше Потому что Многие Последователи Это те самые Мошенники Ну вот те самые Они есть Вот они Да Эти мошенники Сам факт Что может быть В принципе Колона Вот Ну то есть Перехожу К другому Вот Заканчивается Кичин И сейчас У нас Качалкин Он Пожалуй Единственный У которого Нормальная Колонна И тут Только яблони Качалкин Сказал Что Груши Сливы Абрикосы Персики Колоновидные Это мошенничество Не только я Так что Морду Бить И не только мне Вот Значит Андрей Туманов Этот самый Который Работает В Госдуме Вот Садоводством Командует Всей России Как он там Представитель Совета Союза Садоводов Вот А значит Он тоже Их называют Мошенниками А почему Я объясняю Это же Не колонна Это обман Правильно Вот она Это же не колонна Это ветка Которая под грузом Стала вертикальной Вот Какая-то колонна Это сверху вниз А не снизу вверх Вот Все что они могут Вот он штамп Слева На котором И редко Иногда Как прививка Один-два года Может небольшие Плодовые веточки Тут плодоносить Потом Все Вот Кто это должен знать Все выпускники Я уверен Что ни один Не знает Ваши выпускники Вы отвечаете За высшую школу А они все Это должны знать Вот когда Это будет Когда У каждой Будет Продниматься Просветительская работа Уже вот Такого плана Как я Выпускать Фильмы Выпускать Эти самые Статьи Книги Вот тогда Они мошенникам Просто Они не купят партии Они будут знать Что эту партию Придется подавиться На костер Чтобы не Сергей Железов На костре Сжигал Никому не нужно По 250 рублей Саженцы 240 градусов Зимы Перезимовали Абрикосы Продать не мог На костер Вот А чтобы Мошенников Они горели На костре Это наш общий Уровень Такой Вот Остановите 100 этих самых 100 Вот сейчас Тимошка Уже Не пойму Это не его уровень 100 выпускников Скажите Вы слышали Парков Да А вы знаете Что они Могут Плодоносить Да А вы знаете Что про них пишут Что 15 лет Да А на 3-4 год Стать уже Штамп чистый Вот такой То есть Чистая ложь Да И все Это тоже Ваше Я получается Ничего не остановился Так Продолжаю Сейчас Так Я Ровно сейчас Проговорю С небольшим Опозданием Я пойду Кипяточку подолью И вам дам 3 минуты От меня отдохнуть Дальше Вот Нормальная работа Где-то Повтор Где-то Поновый Сейчас Понимаете Почему я Вынужден Опять показать Эту фотографию Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует